Сегодня я хочу задать такой вопрос. После выхода книги Ледокола в России, и не только в России, вышло немало опровержений теории Суворова. Я, разумеется, их всех не читал, но вопрос очень простой. Содержалась ли в них конструктивная критика, где опровергалась, где не просто содержалась ругань, а где были реальные факты, которые опровергали теорию Суворова или, по крайней мере, ставили серьезные ее под сомнение? Прежде всего, я хотел бы показать некоторые книги из моей библиотеки, которые написаны против Ледокола. Вот, допустим, «Возвращенная победа. Анти-Ледокол». Анти-Суворов Псевдоисторик Суворов Разгром Виктора Суворова День Н Неправда Виктора Суворова Алексей Исаев против Виктора Суворова Алексей Исаев Анти-Суворов Псевдоисторик Суворов И тайны Второй мировой войны Новейший анти-Суворов Неправда Виктора Суворова Неправда Виктора Суворова-2 Некоторые просто подделывались под мои названия, под мои книги Аквариум-2 Аквариум-3 Некоторые подделывают просто под... Вот это мой ледокол Вот это ледокол А идет подделка под мою обложку и под мое имя Виктор Суворов Аквариум-2 Уже был один аквариум-2 Это еще один Виктор Суворов Ледокол-2 Вот еще один Еще один анти-Суворов Так что Для меня это предмет гордости Вообще-то Я показал совсем небольшую Маленькую библиотечку Анти-Суворовскую Повторяю Их в моей библиотеке 64 Но у меня они, конечно, не все Ну так все-таки Содержится ли там что-то Зерно Крупицы Конструктивной критики? Нет Меня можно Критиковать Можно находить ошибки В основном это не ошибки Это просто придирки Это неграмотные люди Что-то находят С чем они не согласны Но этого мало Надо дать альтернативное Объяснение Того, что случилось Смотрите Наступает Гитлер И вдруг он видит перед собой Все мосты разминированы Кто это сделал? Почему это сделал? Были укрепленные районы И эти укрепленные районы Брошены Были партизанские отряды И они перед войной распущены Их потом пришлось Воссоздавать заново Или наступают Гитлеровские войска А у товарища Сталина Один миллион Один миллион Подготовленных парашютистов Вот не надо Меня Опровергать Просто дайте Альтернативное Объяснение Зачем нужен Миллион парашютистов Зачем В оборонительной войне В оборонительной войне В оборонительной войне Зачем нужно было Публиковать Русско-немецкие Русско-румынские Русско-венгерские Разговорники Которые Публиковались 29 мая 1941 года С вопросами Как называется Эта деревня Ну вот Идет война Великая Отечественная Мы воюем На своей стороне Вот Открываем Разговорник И спрашиваем У мужика Ви хайста Диза Бэбэбэ Ну Это же Зачем На нашей территории Нужны Карты Германии Зачем Нужны Русско-немецкие Разговорники Которые Публиковались Самые первые 29 мая А с 6 мая 1941 года В Риге В Киеве В Минске И так далее